На суд жюри международного конкурса Дарина Калевит представила две разнохарактерные песни. «Русскую народную» в опале «Березка стояла» и авторское произведение «Я лечу над Россией». Выступать на сцене после долгого перерыва девушке было непросто, однако с волнением она отлично справилась. Это было мое первое выступление в очном формате после двух лет пандемии. Конечно, мы принимали участие в разных онлайн-конкурсах заочных. Это было также волнительно, но на сцену именно перед зрителями, перед жюри я вышла первый раз после этого периода. В копилке Дарина немало дипломов с вокальных соревнований разного уровня. Победой в международном конкурсе «Волга в сердце» впадает мое серьезное достижение, считает Ирина Оськина. В состав жюри вошли специалисты из Москвы, вокалисты, эстрадники, академисты, народники, хореографы. Важная составляющая успешного выступления – правильно подобранный репертуар. Репертуар подбирается, конечно, конкретно к типу голоса, и не только голосу, но и темпераменту, и возможностям. Сюда входят очень многие параметры требований, так как и уровень подготовки, сколько лет ученик обучается, его возможности. О своих воспитанниках в мастерстве педагога и творческом пути Ирина Оськина уже не раз рассказывала городской прессе. Этой весной она попала на обложку мартовского номера федерального журнала «Свежесть». Прежде всего, публикация и съемки всевозможные разного уровня для меня, прежде всего, это говорить о городе и о школе, где я работаю, о своих учениках. И где бы ни печаталось и ни говорилось, это прежде всего есть возможность через меня сказать о моем любимом городе и о своих учениках. Пандемия немного ослабила свою хватку. Теперь юные вокалисты смогут снова выступать на сцене для зрителей. Сейчас воспитанники Ирины Оськиной готовятся покорять новые вершины уже очных конкурсов. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.